МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Одесской области два человека погибли из-за непогоды. В Килийском районе от переохлаждения умер служащий измаильского погранотряда. Как сообщили пограничники, парень 95-го года рождения в тот момент не был на службе. В свой выходной, 7 января, решил пешком добраться из Килии до села Шевченково. Тело замерзшего парня обнаружили только сегодня, ранее. В той же Одесской области во время расчистки снега умер сотрудник дорожной службы. По предварительным данным, скончался от сердечной недостаточности. В той же Одесской области электроснабжение почти везде восстановлено. Обесточенными остаются только три населенных пункта. В других регионах тоже ликвидировали последствия снегопада. Железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме. На основных трассах масштабных пробок и заторов нет, уверяют спасатели. Но, по данным нацполиции, в Одесской области до сих пор ограничено движение транспорта. Критический уровень аварийности сохраняются на дорогах в Черновицкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Не намного лучше ситуация в Винницкой и Львовской. Напомню, полиция сообщала, что вчера из-за сложных погодных условий на трассах погибли 8 человек. Еще 45 получили травмы. Как сегодня в различных регионах боролись с последствиями снежных заносов и метелей, расскажут наши корреспонденты. 270 снегоуборочных машин расчищали дороги и тротуары в столице. Так уверяют в Киевской мэрии. Работают круглосуточно. Проверить дорожников решил лично городоначальник. Выехал с ревизии ночью. Это рабочие? Рабочие. Это рабочие? Рабочие. Здесь, не здесь, техники стоит. Водьян мая, в огонь мая. Они должны ни секунду стоять. Тем более в ночное время, когда есть возможность убирать машины, не стоят. Кличко заявил, что ко вторнику столичные улицы должны быть полностью расчищены. Пока же, говорят киевляне, коммунальщики не справляются. И если в центре и по магистральным улицам пройти и проехать можно, то во дворах и в спальных районах снега по щиколотке. А в Кропивницком местные власти просят водителей не парковать машину у обочин, чтобы не мешать работе техники. Иначе грозят эвакуировать транспорт на штрафплощадке. Сами же водители жалуются, что снег убирает только в центральной части. Как обычно, в центральной улице лучше почищены. Где-нибудь там на периферии, там, может, вообще даже не счищены. Не лучшая ситуация и на тротуарах. Их вроде бы почистили, но ходить все-таки опасно. По тротуару можно упасть, если честно. Но видно, горы откидывали снега. Маршрутки ездят медленно. Можно было немножко лучше расчистить. В сугробы и заметенные дороги и на Буковине. Вот на этом любительском видео сильный порыв ветра сносит крышу жилого дома. Многие водители, чтобы выехать, буквально откапывали свои машины. Соседи все выходили откидать, чтобы выехать. А кто будет прогордать? Никому ничего не нужно. Трассы между крупными городами уже расчистили. Маршрутные автобусы вышли в рейсе практически по всем направлениям. Не курсируют маршрутки только между некоторыми селами области. На дорогах еще дежурят патрульные. Помогают водителям выбираться из заносов. В чрезвычайных ситуациях используют даже спецтехнику. А вот в Ивано-Франковске проблемы с общественным транспортом по-прежнему есть. В ожидании автобуса людям часами приходится мерзнуть на остановках. Чекаю 47 маршрут, уже хвилин 40. Мне нужно доехать в Примисское село, и я не имею чем. Не вышло много сейчас, но через сильные морозы, что не заводились автобусы. А как вам было сюда идти? Мне? У меня такие автобусы заводятся. В области уже зафиксированы первые жертвы переохлаждений. Семь человек находятся в больнице с обмороженными конечностями. Еще двое замерзли насмерть. Жертвы переохлаждений есть и во Львовской области. Там умерли два человека. Один мужчина, скорее всего, был бездомный. Его тело нашли в строительном вагончике. Второй замерз на улице. Видимо, перебрал спиртного. Еще 12 с обморожениями в больницах. Но даже такой холод не повод для некоторых проявлять сочувствие. Хозяева одного из магазинов запретили прохожим греться внутри. И даже повесили объявление. Ждать автобус запрещено. Фотография разозлила пользователей интернета. Одни даже угрожали поджечь магазин. После чего объявление исчезло. Продавцы отнекиваются. Мы не знаем никакого надписи. Мы не знаем, кто что вешал. Мы ничего не знаем. Все, от пиццы, от нас. А вот местные жители говорят, бесчувственность персонала в этом магазине – традиция. Синоптики прогнозируют, что морозы пока отступать не собираются. И рекомендуют воздержаться от длительных прогулок на улице. Александр Васильченко, Елена Брынза, Ольга Паломарюк, Жанна Дудчак. Подробности – телеканал «Интер». В Ольговской области на трассе «Киевчоп» столкнулись сразу четыре автомобиля. На скользкой дороге водитель «Жигулей» не справился с управлением и влетел в отбойник. Машину отбросило прямо под колеса грузовика. Водители еще двух легковушек не успели затормозить и друг за другом въехали в прицеп фуры. Пострадали трое пассажиров, все несовершеннолетние, их доставили в больницу. Из-за аварии трассу перекрыли, образовалась пробка на несколько километров. Не дать замять дело о резонансном ДТП призывают активисты в Харькове. Перед Новым годом джип, которым управлял пьяный водитель, уходя от полиции, буквально раздавил «Жигули». Погибла 8-месячная девочка, позже в больнице скончался и ее отец. Родные погибших не исключают, что дело спустят на тормозах. Какие основания для таких опасений, выясняла Светлана Шекера. Это ДТП произошло перед самым Новым годом. 27 декабря вечером джип «Тойота Прада» на огромной скорости въехал в «Жигули». Водитель внедорожника убегал от полицейских. Перед этим он задел еще один автомобиль, но не остановился, а выскочил на встречную полосу и буквально смял старенькие «Жигули». После бросил машину и пытался сбежать. Патрульные его задержали. Очевидно, скорость была значительно превышена. Водитель направлен был до медицинского заклада. За предыдущими данными, водитель находится в состоянии алкогольной спины. В раздавленных джипом «Жигулях» ехала семья с 8-месячным ребенком. Малышка Ярослава умерла на месте. И еще сутки врачи боролись за жизнь водителя Александра Полежаки. Но спасти мужчину не удалось. Прокуратура в суде потребовала взять водителя внедорожника под стражу. Будем настаивать без права внесения залога. Он может скрыться от следствия, воспрепятствовать установлению истинной по делу. Но учитывая те обстоятельства, то, что погиб ребенок, пострадали его родители. Сам виновник ДТП в суде, держа в руках заключение наркологической экспертизы, настаивал – не пил. Я до момента, как взял залог, я не употреблял. Как пояснил мой подзащитник, он употребил спиртное только после того, когда произошло ДТП. То есть, как он пояснял, снять нервный стресс от пережитого. Решением суда водителя джипа Павла Мороза арестовали без права внесения залога. Но родные и друзья погибшего Александра Полежаки боятся, что дело попытаются замять. У меня был анонимный звонок о том, что было указание из Киева в Харьков органам. Ну, скажем так, в Панчетке все. Мы постараемся выяснить, кто такой виновник. На самом деле, ну, у нас в стране, наверное, не каждый будет работать. Я не катаюсь, сбегаю с одного ДТП, попадаю в другое. В соцсетях уже создали группу помощи семье Ярославы и Александра. Активисты и брат погибшего, украинский поэт Артем Полежака, намерены добиться, чтобы виновник понес заслуженное наказание. Сегодня ИОГ главы нацполиции Вадим Троян и генпрокурор Юрий Луценко заявили, берут дело под личный контроль. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Лже-переселенцы опустошали госказну, незаконно получая соцвыплаты. Финансовую схему разоблачили в СБУ. В спецслужбе выяснили, что порядка 800 человек, проживающих на временно оккупированных территориях, получают соцпомощь в подконтрольной Украине, станице Луганской. Рай госадминистрация выплаты приостановила. В результате сэкономили порядка 4 миллионов бюджетных гривен. Двое военных получили ранения в зоне АТО. Боевики почти 30 раз сегодня открывали огонь. После ночного минометного обстрела днем в сторону Авдеевки наемники вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под обстрелом и позиции армейцев в районе Донецкого аэропорта. Из поселка на линии огня сюжет Ирина Баглай. Посреди дня в районе Донецкого аэропорта не прекращаются обстрелы. Военные говорят, днем это еще тихо. Обстреливают позиции с АГС-17. Ну и периодически работает крупнокалиберная артиллерия. За скелетом некогда нового терминала боевики прячут тяжелое вооружение. Вечером бьют из минометов и артиллерии. Этой ночью целились по Авдеевке. Мы наблюдаем регулярные замены группировок войск противника. Также у них имеется в наличии бронетехника, минометы, самоходные артиллерийские установки. Используются все более новые виды вооружения. Используются новые виды бесплотных летательных аппаратов. Используются довольно часто. Под самим же аэропортом наемники пытаются прощупать позиции армейцев. Сегодня наши бойцы засекли вылет вражеского беспилотника. А ближе к ночи отбили попытки разведгрупп боевиков подобраться к позициям. За спинами военных село Опытное. Мокрые доски и ветки. Вот чем и приходится обогреваться жителям села Опытного. Третий год без газа, воды и света. Ну а чтобы вырваться из села на линии огня, им приходится идти полем до Авдеевки. Бывает под обстрелами. 46, даже 45. Одна у нас погибла, когда четвертого похоронили. А что это было? Ну, прилепело. Менее 50 человек, как в ловушке. Их уже не пугает грохот войны. Они словно профессиональные артиллеристы. Различают разрывающиеся снаряды по звуку. Ну, это стрельбашка там, между ними, в терминале. Ну, уже так хорошо. По звуку все. О, Господи, а что ты пыла? Почула. Ну, по звуку тоже. Родион и Елена, как спасение и опора для стариков на ближайших улицах к аэропорту. Он помощничек наш. Вот, если бы не он, так я не знаю, что бы мы делали. Я не так деньгам, как людьми дорожу. Люди, это все детство. За два года им несколько раз подвезли клеенку и брезент для ремонта домов. В селе не найдешь ни одного уцелевшего здания. Дважды привозили хлеб. Остальное время помогают военные делятся своими припасами. Сейчас жители опытного мечтают лишь об одном – возможности выезжать в соседнюю Авдеевку. Связь нам нужна с миром. Это транспортное сообщение. Транспортное. Это в любом случае хотя бы… Свет. Да. Ну, свет понятно. Вода уже как-то в колодцах. Это уже свет и транспортное сообщение. Чтобы мы могли и пожилых людей вывезти. А пока кто помоложе добираются в город пешком, по полю. Ведь ближайшие магазины, больницы и аптеки – за линией огня. Вот и приходится рассчитывать лишь друг на друга. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занинской области. Подробности – телеканал «Интер». Папа Римский призвал как можно быстрее разрешить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе. Об этом он заявил во время встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Ватикане. Понтифик отметил, что ситуация на востоке Украины до сих пор остается тяжелой. И нужно скорее искать пути решения гуманитарной проблемы на Донбассе. В Нидерландах задержали журналиста, который, как подозревает полиция, пытался провести фрагменты обшивки сбитого Боинга на Донбассе. Микель Спекерс снимал документальный фильм о жизни на востоке Украины и был на месте авиакатастрофы. Голландская прокуратура прямо в аэропорту изъяла все вещи, найденные у журналиста, прокомментировать информацию. Мы попросили украинские ведомства, но там пока молчат. Однако нашим корреспондентам удалось выяснить кое-какие детали. Микеля Спекерса задержали в аэропорту Скипхол в Нидерландах. Деталей пока очень мало. Сообщается, что в своем бакаже он пытался перевести фрагменты обшивки самолета с места крушения рейса MH17. Полиция изъяла все. Если будет доказано, что это части MH17, материалы останутся у полиции. Журналистов не арестовывали. Не думаю, что для журналистов будет какое-то наказание. Мы проведем расследование. Оно займет несколько дней или недель. На этих кадрах голландский журналист рассказывает, что намерен отправиться на Донбасс снимать документальный фильм о жизни на востоке Украины. Кроме того, говорит, хочет лично проверить информацию многочисленных пользователей соцсетей, которые утверждают, на месте аварии Боинга до сих пор находятся останки жертв и их вещи. Хотя еще голландцы, которые проводят расследование, заявляли, соберут все до мельчайших деталей. Мы будем исследовать каждый сантиметр и соберем все. А если надо будет, зароемся в землю. Если подтвердится, что в багаже журналисты действительно вещи, которые имеют отношение к аварии Боинга, станет понятно. Специалисты обследовали далеко не каждый сантиметр. Экспертизу проведут в самое ближайшее время. Сам Скепперс на страничке в Твиттере написал, что у него также забрали все карточки, видеотехнику и гаджеты. Хотя прокуратура Нидерландов ранее заявляла, что репортер отказался передавать фото и видеоматериалы. Забрали все мои SD-карты, HD-камеры, телефоны и ноутбук. Это действительно грустно. На Донбассе Микель Спекерс снимал фильм «Не один». Его сопровождал коллега Стефан Бек. В соцсети они вместе выкладывали фотографии с места крушения. С какой целью журналисты пытались провести в Нидерланды обломки самолета и останки, предстоит выяснить полиции. Ранее правоохранительные органы Голландии заявляли, что по подозрению в торговле вещей, связанных с местом крушения самолета на Донбассе, задержали не кого-нибудь, а работника полиции. Катастрофа самолета рейса MH17 в июле 2014 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди погибших больше всего граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В сентябре прошлого года Международная следственная комиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что Боинг был сбит российским буком с оккупированной территории. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Взрыв в Египте. Возле города Эль-Ариш в один из полицейских блокпостов врезался грузовик, начиненный взрывчаткой. Машиной управлял смертник. Перед этим несколько боевиков в масках забросали копов гранатами. 8 человек стали жертвами теракта. Еще 10 получили ранения. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Во время атаки погибли и 5 нападавших. Предполагают, что это могли быть боевики ИГИЛ. С погибшими во время вчерашнего теракта прощались сегодня в Израиле. Напомню, там смертник на автомобиле врезался в группу военных. Это нападение, считает премьер, осуществили по приказу ИГИЛ, так как в Ницце и Берлине. Сейчас власти выясняют, с кем был связан преступник и усиливают меры безопасности. Больше расскажет Сергей Оуслендер. Сегодня в Израиле прощаются с жертвами вчерашнего теракта. Их четверо. Молодые люди от 20 до 23 лет. Три девушки, один парень. Все они были слушателями офицерских курсов и были на этой злополучной экскурсии. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах. Власти пообещали, что ответ на теракт будет быстрым и жестким. В квартале Джабль-Мукабр в Восточном Иерусалиме, где жил террорист, арестованы уже 9 человек. В основном его близкие родственники. Власти объявили, что тело террориста не будет выданной семье, его похоронят в безымянной могиле, а дом, где он жил, снесут. Пока все указывает на то, что это теракт по приказу исламского государства, как и теракты, совершенные ранее в Ницце и Берлине. Это все та же часть необъявленной войны, которую мы ведем против глобального терроризма. И только вместе мы сможем его победить. Теракт уже осудили в Америке и Европе. Израильские власти объявили, что теперь любая связь с ИГИЛ, вне зависимости от ее последствий, будет караться строже большими сроками тюремного заключения. В соцсетях разгорелась дискуссия, правильно ли действовали военные, часть из которых разбежалась, как это видно из опубликованного видео. Но по предварительным выводам, солдаты действовали согласно инструкции. Те из них, которые были не вооружены, действительно покинули место нападения, давая возможность своим вооруженным товарищам открыть огонь на поражение. Возможно, этим и объясняется относительно небольшое число жертв по сравнению с подобными терактами в Европе. Сегодня премьер-министр навещал раненых в больницах. А ты помнишь, как все было? Не очень, если честно. Я услышала крики, люди побежали, я стала поворачиваться, чтобы посмотреть. И тут сильный удар. И все. Очнулась уже здесь. В квартале Джабль-Мукабр до сих пор идет полицейская спецоперация. Спецназ прочесывает район в поисках возможных сообщников-террориста. Траурную палатку у его дома снесли, не позволив родственникам справлять траур. А вдоль границы этого района сейчас устанавливают бетонные заграждения. Теперь жители Джабль-Мукабра смогут попасть в еврейскую часть Иерусалима только через блок-посты после тщательного досмотра. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Теракты в Израиле, Египте, Ираке и Турции осудили в украинском МИДе. Там выразили соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелали выздоровления. Мировое сообщество. Украинские дипломаты призвали объединиться в борьбе с терроризмом, назвав подобные атаки преступлениями, которые не имеют оправдания. Всего теракты, произошедшие за последние несколько дней в мире, унесли жизни более 30 человек. А Берлинский теракт стал поводом пересмотреть миграционную политику. После атаки на рождественский рынок, который, напомню, совершил беженец из Туниса, немцы ужесточают отношения к тем, кто подлежит депортации. Подробнее Татьяна Лагунова. Спецслужбы считают их потенциально опасными. Миграционные отказали в убежище и подписали покинуть страну. Но они все равно остаются, поскольку родные государства не принимают. Таких беженцев в Германии только по самым скромным подсчетам. Более сотни человек. Что с ними делать, чтобы избежать терактов, подобных Берлинскому, уже знают. Министерство юстиции разработало целый пакет предложений. Чиновники, например, предлагают всех потенциально опасных беженцев, которым светит депортация, помещать в специальные изоляторы до полутора лет. Либо обязать их носить электронные браслеты. Мы хотим иметь возможность эффективнее следить за людьми, которые представляют угрозу. Предлагаем применять электронные браслеты не только по отношению к преступникам, которые уже были осуждены и вышли на свободу, но и по отношению к людям, которые, в принципе, потенциально опасны. Отдельная тема – переговоры с властями родных стран-беженцев, которые отказываются принимать их назад. Например, затягивают выдачу документов, необходимых для депортации. Германия уже пригрозила таким государством санкциями. Я думаю, нужно усилить давление на такие страны. Если они не хотят сотрудничать, нужно подумать о возможных санкциях. Какими они могут быть, пока непонятно. Свои предложения министр юстиции на этой неделе обсудит с главой МВД. И, скорее всего, в ближайшие недели нововведения будут вынесены на голосование в Бундестаг. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала. Интер. В Германии заговорили о риске развала Евросоюза. Сгущает краски министр экономики Зигмар Габриэль. В интервью изданию Der Spiegel он заявил, позиция Берлина по стабилизации еврозоны разделила ее более чем когда-либо. И теперь перспектива распада ЕС уже не выглядит как что-то нереальное. О таких рисках впервые заговорили после выхода Великобритании из Евросоюза. Эти предположения сделали американский финансист Джордж Сорос и французский премьер-министр Мануэль Вальс. Посмотрите подробности и далее в нашей программе. Депутатская безнаказанность. Почему на РДП стрелка Пашинского до сих пор не допросили? Стоп-метро. Почему в одном из крупнейших мегаполисов мира остановилась подземка? Молчание в деле Сергея Пашинского. За 10 дней с момента стрельбы в новогоднюю ночь нардепа так и не допросили. Об этом на своей странице в фейсбук написала адвокат пострадавшего Вячеслава Химикуса. По словам Марины Париновой, правоохранители до сих пор не провели с Пашинским ни одного следственного действия. Тем временем нардеп Сергей Каплин, который после инцидента с депутатом-фронтовиком инициировал создание парламентской следственной комиссии, заявляет о блокировании этого процесса. Когда в парламентской президентской республике депутат полюет на простую людину, рода двух детей и глава Верховной Ради не региструет создание тем временем следственной комиссии, когда парламент не собирается позачергово, чтобы рассмотреть эту справу, когда этот народный депутат, который полюет на людей, является руководителем профильного комитета с вопросом национальной безопасности и защиты, это означает только одно, что этот парламент должен быть перезавантажен. Нам нужно перезавантажение силового блоку. И первое, что должно быть, это отставка министра внутренних дел, который по ногам и рукам связан с народным фронтом, который провокировал политическую кризу и сейчас провокирует события, которые имеют более масштаб и наследие, чем в подъеке 1917 года. Люди не позволят владею повторить злочин Лозинского, когда он стрелял, давил и убил человека. Делом Пашунского занимается прокуратура Киевской области. Почему там до сих пор не допросили нардепа фронтовика, узнать не удалось. На звонки журналистов подробностей в пресс-службе ведомства сегодня не отвечают. Ранее прокурор области Дмитрий Чибисов обещал объективное и непредвзятое нерезонансной стрельбы. Напомню, вечером 31 декабря Сергей Пашунский из огнестрельного оружия ранил жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. По версии пострадавшего, возвращаясь домой, он помогал толкать заглохший на дороге микроавтобус. Вскоре подъехал Мерседес, в котором находился Пашунский. Отталкиваем эту машину, ну, две полосы перетолкнули под левую обочину, там, где нет бровки. Чувствую меня стоять. Поворачиваюсь на меня стволом. Стволом не было, не слышно, не пересчетки, ничего. Он тупо шел. То есть пистолет был уже заряжен? Да. Он на меня, я его убил, все, что я успел, когда он меня шваркнул, бутылкой заехать, блин, это, ну, что было в руках. Сам же Пашунский на своей странице в Фейсбук утверждал, что он якобы защищался, поскольку Химикус набросился первым. Возможно, прояснить ситуацию мог бы допрос Пашунского, но все это время нардеп отдыхал на горнолыжном курорте в Альпах и только вчера, по данным СМИ, вернулся в Украину. Журналистам удалось сделать несколько фотографий Пашунского в аэропорту Борисполь. В Сумбах взрыв в жилом доме. Один человек в реанимации, у него серьезные ожоги. Еще двоих доставили в больницу с травмами и ушибами. Из-за чего произошло ЧП, выясняли наши корреспонденты. Утро для жильцов этой девятиэтажки началось со страшного грохота. Дом задрожал и сразу повалил дым, рассказывают люди. Многие выбежали на улицу, даже не успев одеться. Ой, страшно, как тут такой сильный взрыв был. И дома так, а что тут начало колыхать, думали, что... И все вздрогнуло, земля вздрогнула. Я думала, и дома развелся. Повыбегали, конечно, а что страшно. И в лифту воняло, и кругом тут горели. Как оказалось, на первом этаже взорвался газ. Начался пожар. 26-летнего хозяина квартиры забрали в реанимацию. У него серьезные ожоги. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Еще двоих пострадавших доставили в травмпункт. Квартира, где произошел взрыв, разрушена. Окна выбиты, на кухне все обгорело. Без стекол остались четыре этажа. В подъезде нет отопления и водоснабжения. Их обещают возобновить не раньше завтрашнего дня. Работники ЖЭКа заклеивают окна пленкой. Вот только от холода это вряд ли спасет. Газовщики ищут, нет ли еще утечки газа. Взрыв мог повредить трубы. Эксперты оценивают убытки. Кто их возместит, пока не говорят. По предварительным данным, взрыв был не случайным. Газовый шланг, который объединяет кран подачи газа в квартиру с газовой плитой, был объединен от крана. То есть, этот шланг был отдельно. И что свидетельствует о том, что на момент выпущения кран был открыт. И газовый шланг был объединен. То есть, таким образом, квартира наполнился газом. Кстати, это уже второй подобный взрыв сумок за последние дни. 3 января мужчина, больной шизофренией, открыл кран, наполнил квартиру газом и зажег спичку. В результате рухнули бетонные перекрытия. Соседка в квартире этажом ниже погибла. Ее привалило плитой. В одной из стен образовалась огромная дыра. Жильцов расселили в гостиницах и общежитиях. Многие разъехались к родственникам. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Ольга Иванченко, подробности, телеканал Интергсумы. Тысяча гривен одной купюрой. В Нацбанке подтвердили, что работают над новой банкнотой. И объяснили ее необходимость изменения монетарной базы и уровня цен в стране. Каким будет внешний вид, купюры пока не разглашают, но обещают интригу держать недолго. Напомню, ранее в интернете появилась презентационная банкнота номиналом тысяча гривен с изображением Пантелеймона Кулеша. Однако в НБУ утверждают, дизайн будет другой. В то же время экономисты уверены, появление новой купюры крупного номинала – признак обесценивания национальной валюты. И к тому же это может стимулировать ценевую экономику. Для людей, когда появляются новые номиналы, новые купюры, это означает того, что их остатки, их сбережения в гривне не оцениваются на глазах. Эта купюра подкресливает или показывает, что национальный банк допустил ряд очень существенных ошибок за прошлый год. Тысяча гривен купюры, они фактически стимулируют, чтобы можно было удобнее рассчитывать в теневом обвихе. Я же говорю, это может быть криминально, может быть некриминально, но связано с тенизацией экономики. Потому что для того, чтобы этого не было, некоторые страны не вводят купюры в высокую номиналу. В Лондоне бастуют работники метро. Почти половина станций закрыта, большинство из них расположены в центре города. Движение парализовано, тысячи жителей не могут добраться на работу. Работники метро устроили 24-часовую забастовку. Они жалуются, на станциях не хватает рабочих рук. Многих уволили после того, как закрыли кассы и автоматизировали процесс продажи билетов. Я думаю, что сегодняшняя забастовка совершенно не нужна. Она причиняет неудобства миллионам пассажиров. Бизнес в Лондоне сегодня потерял миллионы фунтов стерлингов. Пациенты не в состоянии добраться до больниц. А ведь этого можно было избежать. Водометы, слезоточивый газ и пластиковые пули. В Анкаре полиция разогнала митинг против усиления полномочий президента Турции Раджепа Эрдогана. Акция протеста проходила возле парламента, так как именно депутаты могут передать больше власти в руки главы государства. Как только митингующие попытались подойти ближе к зданию, полиция применила слезоточивые газы, водометы и пластиковые пули. От рук копов пострадали и несколько депутатов-оппозиционеров из Республиканской народной партии. Турция не признает аннексию территории Украины законной в угоду России. Об этом заявил глава МИД страны Мавлюд Чевушоглу. И хотя сотрудничество с Москвой важно для Анкары, отношение к конфликту в Украине турецкие власти не изменят. Турция поддерживает территориальную целостность и Украины, и Грузии, но при этом министр подчеркнул необходимость взаимодействия с Россией в сирийском конфликте. Свои ожидания у Турции от новоназначенного президента США. По словам министра, в Анкаре надеются, что Дональд Трамп экстрадирует оппозиционера Фетхолаха Гюлена, которого считают причастным к организации госпереворота в Турции в прошлом году. Встреча Путина и Трампа состоится не раньше инаугурации американского президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России. Конкретную дату не назвал, но отметил, любые контакты будут планировать весьма тщательно с учетом напряженных отношений между странами. Тем временем в Вашингтоне обсуждают новые назначения. Главой НАСР разведки США может стать сторонник санкций против России. На эту должность Дональд Трамп номинировал бывшего сенатора от Индианы Даниэла Коутса. Политик активно критиковал аннексию Крыма и требовал от президента Обамы жестких ограничений в отношении Москвы. Из-за этого в 2014 Коутсу даже запретили въезд на территорию России. Больше никаких выборов в окружении Клинтон опровергли слухи, что она собирается баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Чем же теперь Хиллари займется и какая судьба ждет других политических пенсионеров? Дмитрий Анопченко выяснял, он в Вашингтоне. Клинтон готова отомстить, намекала на днях газета New York Daily News. Мол, знают точно, Хиллари пойдет на выборы мэра Нью-Йорка, выиграет, этот город ведь за нее, и станет серьезным оппонентом Трампа. Новость вызвала надежды у одних и заставила понервничать других, но оказалась уткой. Помощница Клинтон сообщила в афере CNN, политик не просто в Нью-Йорке не будет баллотироваться, а вообще больше никогда на выборы не пойдет. Я думаю, она больше не пойдет ни на какую выборную должность. Никогда? Я так поняла, что да, мы не рассчитываем на то, что она пойдет на эти выборы или вообще на какие-либо другие. Думаю, она ищет способ помогать детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь. То есть займется исключительно благотворительностью. Ответ исчерпывающий. У демократов разве что поговаривают, что Билл и Хиллари намерены отправить в политику дочь Челси. На волне популярности матери ее без проблем избрали бы в Конгресс. Кто точно уйдет на пенсию, так это госсекретарь Керри. Ему 73 года, 30 из которых был сенатором, даже в президенты баллотировался, но уступил Бушу-младшему. И теперь пора на заслуженный отдых. Недавно Керри дал свою последнюю большую пресс-конференцию и лишь горько пошутил, когда журналисты стали благодарить его за работу. Всего наилучшего и вам, и миссис Керри, в следующий период вашей жизни. А что, моя карьера на госслужбе завершена? Не знаю. Это что, сенсация? Думайте, что хотите. А вот кто в свои 74 на покой не собирается, так это вице-президент Байден. Он всерьез вынашивает планы через 4 года, в 2020-м, оспорить у Трампа президентское кресло, став самым пожилым кандидатом в истории Америки. Об этом Байден в доверительном разговоре сказал репортерам. Вы будете баллотироваться снова? Да, я буду баллотироваться в 2020-м. На какой пост? Президенты. При этом в команде Трампа уверены, что всем этим планам сбыться не суждено. Ведь новый президент намерен пробыть на посту два срока. И всех, кому он сулит должности, предупреждают, мол, мы пришли всерьезы надолго. А как будет на самом деле, пока не способны предугадать ни в уходящей команде, ни в новой. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп планирует крупнейшее расширение военно-морского флота со времен Холодной войны. Все из-за угрозы со стороны России и Китая. Количество кораблей увеличат до 355. Это даже больше, чем Трамп обещал во время избирательной кампании. В частности, планируется приобрести еще один авианосец, 16 крупных кораблей и подводных лодок, а также 18 атомных субмарин. На все потребуется дополнительно не менее 5 миллиардов долларов. Пентагон готов сбивать запущенные из Северной Кореи ядерные боеголовки. Об этом заявил глава оборонного ведомства США Аштон Картер в интервью телеканалу НБС. В Вашингтоне считают, что ядерный потенциал КНДР представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Поэтому, подчеркнул Картер, США должны оставаться на шаг впереди Пхеньяна и быть готовы к активным оборонным действиям. Борьба против продажи наркотиков в сети. Европа уже сочет контроль за распространением психоактивных веществ в интернете. И даже решила прибегнуть к услугам хакеров. Чем ЕСПО могут виртуальные бойцы? Подробнее наши журналисты. 24 миллиарда евро ежегодно тратят европейцы на борьбу с распространением наркотиков. Но эта борьба напоминает войну с ветряными мельницами. Ведь дилеры ухитряются находить новые способы продаж. Сейчас делают ставку на интернет. В сети можно легко найти информацию, где купить или как самостоятельно сделать наркотик. В результате все большей популярностью среди европейцев пользуются онлайн-магазины. Наверное, во всем мире угрозу виртуального рынка наркотиков недооценивают. Это было что-то абсолютно новое. И никто не мог поверить, что можно создать, казалось бы, обычный онлайн-магазин и продавать там запрещенные препараты. В последние годы почти любой существующий наркотик в Европе можно купить в сети. Самый распространенный – марихуана. Она занимает 38% виртуального рынка. Героин – 28%, кокаин – около четверти, сообщают в Европейском центре мониторинга наркотиков. При этом ассортимент растет с каждым годом. За год мы обнаружили 100 новых психоактивных веществ. Получается, каждую неделю в интернете появляются два новых препарата. А ведь 6-10 лет назад не было даже одного нового наркотика в неделю. Интернет привлекает не только тем, что расширяет выбор. Запрещенные вещества в сети можно оплачивать виртуальными деньгами. Уверен, виртуальный рынок наркотиков будет функционировать. Сейчас он очень хаотичный, но он, без сомнения, будет получать все большую популярность и разрастаться. Европейцы собираются бороться с сетевыми дилерами с помощью хакеров. Это значит, что европейские власти не просто будут закрывать онлайн-магазины, а собираются отслеживать источники их финансирования. В Европе уверены, что за виртуальным рынком наркотиков стоят террористы, которые получают огромные деньги. А значит, нужно бороться не только с самими онлайн-платформами. Очередную стратегию борьбы с оборотом наркотиков в Брюсселе разработали до 2025 года. Однако, какие именно инструменты выявления психоактивных веществ будут использовать, эксперты пока не говорят. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов, Брюссельское бюро телеканала Интер. В Польше умер сын экс-президента Леха Валенцы. 43-летнего Пшемыслова Валенцу нашли в его квартире в Гданске. На теле никаких следов насильственных действий не обнаружили, поэтому версию убийства отбросили. Пока причина смерти неизвестна, не исключает, что у Пшемыслова были проблемы с алкоголем. Газета Выборча сообщает, в молодости его не раз задерживали за вождение в нетрезвом виде. Исландия против Исландии. Страна против сети супермаркетов. Островное государство собирается судиться за право называть частный магазин своим именем. Почему пошатнулась дружба и во что это может вылиться? Смотрите в сюжете нашего Субкора. Оксана Кундеренко. Это Исландия. Сеть магазинов замороженных продуктов, которая открылась в Великобритании 45 лет назад. Успешный бренд, преданные покупатели и никаких проблем с законом. По крайней мере с британским законом. Но власти Исландии решили, что компания незаконно использует бренд. Слово «Айсланд», которое буквально переводится с английского как «Земля льда». Хотя раньше у чиновников и торговцев разногласий не возникало. Наоборот, они активно сотрудничали, даже в футбол вместе играли. Вот тот тренер, который поможет нам разбить сборную Исландии и выйти на чемпионат Европы. Это, так сказать, турнир футбольной сборной Исландии и сборной супермаркета. Причем все продавцы в это время поддерживают команды традиционными возгласами викингов. Победить национальную сборную команде продавцов и кассиров, конечно же, не удалось. Теперь обыграть торговцев намерено Исландское правительство. Но уже не на поле, а в суде. В Туристическом совете страны объяснили. Причиной разборок стали жалобы исландских компаний. Они не могут зарегистрировать свою торговую марку в ЕС, если в названии имеется слово «Исландия». Ведь право на него принадлежит британской сети. Поэтому в стране вулканов и гейзеров готовят иск. Долгие годы у нас не было претензий к компании, но она стала расширяться и открывать дочерние предприятия по всей Европе. Более того, и в самой Исландии мы хотим проверить законность подобных действий. Исландцы хотят защитить свой бизнес. Но это не значит, что магазины переименуют. Просто отберут право на товарный знак «Айсленд», чтобы у супермаркета вдруг не оказалось больше прав на бренд, чем у самой страны. Представители же сети уверяют в своей порядочности и надеются решить спор мирным путем, а не серией пенальти в суде. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Китайцы готовятся к празднованию своего Нового года. Британская королева наконец-то появилась на публике. А в лондонском метро не только бастуют, но и ходят без штанов. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Дональд Трамп в образе петуха. В Китае продают огромных надувных птиц в виде новоизбранного президента США. Прическа, выражение лица и даже жесты – все как у Трампа. Десятиметрового петуха можно купить в интернете за 2000 долларов. Такие игрушки в Поднебесной появились накануне года петуха. Для китайцев он наступит 28 января. Впервые после затяжной болезни королева Елизавета II появилась на публике. Вместе с принцем Уильямом и другими членами семьи она приехала на церковную службу в Сандрингеме. На монархов пришли посмотреть толпы людей. Королева не посетила службы на Рождество и на Новый год из-за длительной болезни. Ранее в Бугингемском дворце сообщили – у Елизаветы была простуда. В Китае испытали самолет на экологически чистом водородном топливе. Воздушное судно смогло набрать высоту 320 метров. Водородный топливный элемент может вырабатывать мощность в 20 киловатт. Также на борту есть дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета. Китай стал третьей страной после США и Германии, которая разработала и испытала самолет на экологическом топливе. В футуристическом центре в Шанхае представили женщину-робота. Девушка выглядит как живая, может поддержать несложный разговор и делать некоторые мимические движения. Ее создали инженеры научно-технического университета Китая. Разработчики уверяют – этот робот – настоящее чудо искусственного интеллекта. Через 5-10 лет такие роботы смогут исполнять достаточно сложные функции – обслуживать клиентов в недорогих ресторанах или даже ухаживать за пожилыми людьми в больницах. Во Франции начались соревнования на собачьих упряжках. Участники из семи стран должны одолеть серию препятствий «Великий Одиссей». Всего они приедут около тысячи километров по заснеженным Альпам. Соревнования продлятся 11 дней. Победитель будет награжден 18 января в муниципалитете Бонваль-Сюрарк. В США выпало столько снега, что в нем даже купаются. Студенческая команда по плаванию технологического института Джорджии из-за плохой погоды не попала на соревнования. Но парни не расстроились и решили устроить заплыв прямо в снегу перед своим отелем. Студенты плавали, как и подобает, в плавках и резиновой шапочке. В лондонском метро люди без штанов. И смотря на зимние холода, десятки британцев появились в общественном транспорте полуголыми, в одних трусах. Люди дурачатся и снимают происходящее на видео. Все это ради международного праздника глупости – проезд в метро без штанов. Его отмечают каждый год в крупных городах мира. Рекордный урожай золотых глобусов собрал мюзик «Ла-ла-ленд». На церемонию вручения премии в Калифорнии картина получила награды в семи номинациях. Статуэтки за актерскую работу достались исполнителям главных ролей – Райану Гослингу и Эмми Стоун, а за режиссерскую – Дэмиен Шазл. Золотой глобус считается своеобразным индикатором премии «Оскар». Многие фильмы, завоевавшие глобус, в дальнейшем были удостоены и самой престижной награды. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей «Юэй», а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова